Рязань – город убитых дорог. К такому выводу пришли обычные жители. С начала года они нанесли на карту Общероссийского народного фронта 270 проблемных участков, покрытие которых не соответствует федеральным стандартам. Общая протяженность составила 245 километров. Это четвертый результат по стране. Каждый гражданин имеет право нанести не более 5 километров убитых дорог. И если вот так вот посудить, по сумме сейчас мы находимся где-то порядка 245 километров. Можно примерно сориентироваться, сколько человек уже участвовал в проекте. Хуже ситуация с дорогами только в городах-миллионниках – Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Возглавил антирейтинг Волгоград с результатом в 354 километра. Однако города разные, а проблема одна. Летом по стране прокатилась волна провалов асфальта. Самым резонансным для Рязани стал обвал дорожного полотна у Кремлевского вала. Это тот же коллектор, который повторно рухнул только в другом месте. После проведения телеинспекции этого коллектора было принято решение, что необходимо в два этапа поменять участок протяженностью 425 метров. Придомовые территории и узкие улочки тоже ждут своего часа. Улица Бирюзова, дом номер один, корпус два. Новый асфальт положили справа, слева и за домом. Дорога же перед ним изрыта ямами, вода из которых не уходит даже знойным днем. Врачи не могут выйти, потому что кругом одна вода. Они говорят, что ваши дома хоть и не должны принимать вызовы. Невозможно пройти не в туфлях, нужно в резиновых только сапогах. Настоящей легендой для Рязани стал Славянский проспект. В июне свои колеса в местной яме оставили около десятка автомобилей. Удар был очень сильный, хотя ехал меньше 30 километров, наверное. Но удар был сильный. Потому что кто же знал, что на такую глубину попадет колесо. Однако самой проблемной для рязанцев стала улица Большая. Несколько месяцев она возглавляла рейтинг убитых дорог. Благодаря этому администрация города решила не просто точечно заделать дыры в покрытии, а взяться за дорогу всерьез. Улица Большая, также капитальный ремонт с уширением проезжей части от поворота на глобус и до поворота на улицу Тимакова на одну полосу. Однако ремонт не всегда проходит гладко. Так на улицах Молодцова и Советской армии качество нового покрытия не соответствовало заявленному подрядчикам. Поэтому администрация города потребовала заменить дорожное полотно. В следующем году мы могли получить уже разрушение на данном участке. Пришлось бы возиться с гарантией, приглашать подрядчика. Лучше сразу в процессе работы мы этот вопрос подкорректировали. Качество покрытия на местах контролируют сразу три организации. Это управление благоустройством города, специалисты дирекции по благоустройству города, а также приезжают федеральные эксперты. Если они обнаруживают дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Также ни одна дорога региона не может быть введена в эксплуатацию, пока не предоставят данные лабораторных исследований. Специалисты должны обнаружить в асфальтобетонном покрытии полимер вяжущие элементы. Для анализа используют керн. Это небольшой кусочек асфальта, вырезанный непосредственно из готовой дороги. Улучшить дорожное полотно помогают и новые технологии. Так, при строительстве северного обхода на участке от путепровода до путепровода были использованы специальные добавки, привезенные из Германии. Благодаря им за четыре года здесь не обнаружено признаков ускоренного старения асфальта. Эту же технологию применят и на других нагруженных трассах города. Начали выполнять ремонт дороги по улице Кубежское шоссе. И там вот эти два вида добавок также будут применены при изготовлении асфальта. Однако цифры неумолимы. На сегодняшний день Рязань находится на 15 месте в федеральном рейтинге отремонтированных дорог Общероссийского народного фронта. Тем не менее, активисты уверены, что вскоре ситуация изменится. Контролировать ситуацию и помогать выбирать для ремонта действительно проблемные участки может каждый. Для этого заходите на карты убитых дорог и делитесь своим мнением.